МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зроблено в Беларуси. Сегодня в Гомеле прошел расшистый сход, просвещенный Дню беларусской науки. Планы по будовнествии и реконструкции. На сессии областного совета депутатов затвержена инвестиционная программа региона на 2020 год. А сейчас в этом и иншим больше подробно. Президент Беларуси сегодня с рабочей поездкой наведал Шкловский район Могилевской области. Александр Лукашенко отмерковал с чиновниками развития региона в целом и наведал завод газетной паперы. Продприемство «Летость» выробило продукции на 75 миллионов рублей, что на 17% больше по равнанию с 18-м. Однако ситуация по раннейшему не с легких. Основные гандлевые партнеры на внешних рынках – Узбекистан, Иран, Украина и Турция. Подчас визиту керавник державы завострил увагу на проблемных пытаниях, а их шмат. Инвестиционный проект по створению паперы – основы для декоративных материалов. Так и не вышел на контрактные параметры вытворчасти. А это страта чистого прибытка. Керавництво завода обвязало Александру Лукашенко вырешить все проблемы с обсталяванием до конца года. Президент означал, что по терминах спытая «Сабистос директора». Мы должны поставить на место. Так нельзя относиться к стране и предупредить о Макея. Я ему поручал, когда принимал велительные грамоты чешского посла. Посол меня понял и сказал, это не стоит того, чтобы мы испортили отношения с Чехией. Разве там 12 миллионов долларов или 10 миллионов евро – это деньги? Это не деньги. Тем более, они же понимают, что они не правы. Поэтому доложите мне все рычаги воздействия на эту страну. Их пусть немного, но мы должны показать, что надо по-человечески относиться к коммерческим и прочим проектам. Это взаимоотношения государств. Мы никогда с Чехией не имели проблем. Тем более, я говорю, я попросил посла, займитесь этим, снимите эту проблему. Это ваши вопросы. Правительство и ваши. Ситуацию в области становишься справа на Белшине предприемстве химволокно. По кожным пытаниям, подчас рабочей поездки отбылся подробязный разбор. Протягиваем выпуск. У Гомеля обмерковали шляхи поляпшения работы, живелого душа Галины. На думку, керавництва в области, узнякшая проблема у значной ступени тлумашится субъективными причинами. С этой нагоды на нараду запросили не только старшини райвы Канкамау, а и специалисты у сельгаз-продприемства. Наши корреспонденты ведают, об чем шла размова. Сюня вытворшись молока – самая значная крыльница доходов. Во усилеким выпадку, это самая рентабельная вытворшись. У такой ситуации леташнее снижение на доеу, амально 6%, саправды потребует деталевого анализу и в упрацовке мер по поляпшенне покажчиков. С приростом до 2018-го в минулом годе спрацовали только 4 районы. Молоко – это и заработная плата, в первую очередь. Молоко – это и погашение задолженности за энергоносителей, это и обслуживание кредитного портфеля. И самое главное – это оборотка, которая необходима для развития предприятия. У самом початку нарады, на которую запросили не только керавников районов, а и специалистов господарок, старшиня Аблвыконкама Янать Соловей просит не захопляться статистичными дадинами, а больше уваги надать анализу становища. Субъективные причины – это первое наявность и профессионализм кадров, а так само строго – выполнение ими технологичных потребов. На жаль, сегодня на гомешине не хопая шмат яких специалистов, при том, что их замыцованность на одном месте так само покидает жадать лепшого. Межтым, минавито, от их работы залежит финансовый стан у сего с подарки. Некто звальняется по причине непростого маупрацы, некого не задавальняя зарплата. Мы все понимаем, что техника-симинатора – это после руководителя и экономиста тот человек, который создает экономику. Если руководитель управляет, экономист считает, то если нет техника-симинатора или он работает спустя рукава, никакой экономики считать никто не будет, потому что ее просто нет. Прикладно про две годины работа областной нарады перерывается, а не для отпадшинку, а для выполнения приемной процедуры. Старшиня областного выканавчика комитета Янаць Соловей уручает гоноровые грамоты облвыконкам работникам Галины, які досягнули значных поспехов. По великим рахунку, это подтверждение того факту, что не усюды ситуация является проблемной. Сами же веловоды причины своего поспеха тлумачат наявностью мощной команды профессионалов. Там, где яна есть, завсюду можно различовать наэффективную працу. И ветврач, и бригадир, и заведующая, и тот же самый оператор по обслуживанию дойного стада, и операторы машинного даяния. Все оно, вот, звено по воспроизводству, это все взаимосвязано. Выпало из звена одно цепь, все, цепь разрывается, и где-то в чем-то ты недополучаешь. Почас анализу ситуации уже в Вологодоле называется и ашэдна проблема. Два опошние засушливые годы нелепшим чыным отбилися на нарыхтовцы якосных кормов. У совязи с гэтым сёлята плануется переглядзить структуры посялных площадь и посеять больше засухоустойливых культур. Аграриям яны добра вядомые. Перейти, особенно в структуры бобовых трав, это люцерны, то есть травы, которые многоукосны, травы, которые будут сами по себе бобовые, которые вырабатывают в своей природе азот, то есть они менее подвержены засухе. По выниках нарады будет складен и протокол доручения у термена выканания яких вельми степлые. У некоторых выпадках месяц, у некоторых у Воголя один тыдень. Ситуацию, якая склалася, уже вела гадоли региона, облвыконками называют проблемной, але ни у яким выпадку не крытычной. Тут добра ведают, иакие меры необходно примать. Уже мы видим, знаем, куда идти, знаем, какие нам для этого необходимы ресурсы, знаем, что мы должны сделать и в кадровом потенциале, потому что очень там большие, серьезные проблемы. И поэтому, имея вот этот уже план действий, сегодня губернатор хочет еще раз это все довести до председателя респалкома, до специалистов районная звена. Дальше с этого дня закупочные цены на молоко с подарок повеличены на 2%. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня в «Гомеле» прошел расшистый сход, присвященный Дню Белорусской науки. На специализованной выставе проставили распроцовки и выники доследований, якими саправды можно гонориться. С экспонатами ознайомились наши корреспонденты. День Белорусской науки – подея, которая позволяет еще раз осанить ее роль в развитии громадства. Хоть и сказать об обособленном развитии науки так сама нельга. Сегодня наука – понятие интернациональное. На Гомельшине выучать замежный опыт начинают еще в старейших классах. Перш за все, это тысячи вучнив, которые принимают удел в международных олимпиадах и проектах. У Гомельской областной науково-технической библиотеки зараз можно ознайомиться практически с любыми напрацовками, яких нема в открытом доступе. Библиотека имеет более 40 баз данных. Это европейского естественно-патентного ведомства и других зарубежных стран. Америки, например, Японии. И, безусловно, эти ресурсы очень востребованы на сегодняшний день и очень актуальны. Так как мы понимаем, что наша экономика без развития, она, в общем-то, не сможет добиться хороших, качественных результатов. Сегодня у Беларуси до науковой деятельности мают вздошенение не только специализованный институт, а и все высшейшие научальные установы. Только на Гомельшине это тысячи человек, которые занимаются саправдой за потребованной справой. По часу рашистого схода огучиваются летошние выники. По лицензиях института металлополимерных систем вырабляется продукция амаль на 800 тысяч долларов. В институте радиобиологии летось проводились доследования по уплыве на здоровье электромагнитного опроменьевания. Это проект вошел в топ-10 науковых выника у складенной Национальной академии наук. Тут же распрацованы методы оценки доз опроменьевания особливо небеспешным радионуклидом амирыциям. В институте лесу проведены доследования, которые позволяют повысить устойливость биосистемы. Даже сами ученые с думкой об том, что для развития региональной науки меньше умолчим для науки столичной категорично не сгодны, когда есть кадры, будья и выник. Определяет не регион, не место, где находится то или иное научное учреждение, не даже учреждение, в котором работают ученые, а уровень работы. Если уровень работ соответствующий мировому, соответствующим тем высоким критериям, которые предъявляются для вхождения в той или иной программы различного уровня, то финансирование будет получено. Если этого нет, то финансирования не будет. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня на сессии областного совета депутатов затвержена инвестиционная программа региона на 2020 год. Продукреженные программы 76 миллионов рублей накируют на будовнество и реконструкцию объектов социальной сферы и системы ЖКГ. Размова о приватности про индивидуальную жильевую забудову Романовича. Все лета проблемные питания с инфраструктурой, которые были огучены в минулом году, должны быть выражены. Значальная увага будет унесен новых школ. Установка эдукации появится в 21-м микрорайоне областного центра. Ее ввод и эксплуатацию запланованы на наступный навышальный год. Так само распочнется проектирование школы в микрорайоне «Хутор». Свои двери она очинилась в 2021 году. Частка сродков призначена на охову здоровья, реконструкцию приемного отделения больницы худкой медицинской допомоги и операционного блоку городской больницы номер 3 в Гомеле. Причем, якозначно уличивающий попередний опыт, сделанного на протягу года может быть значительно больше. Как уже практика показала, мы в прошлом год тоже начинали программу с одной цифрой. В течение года по мере того исполнения бюджета она, конечно же, увеличилась. Я думаю, что в текущем году будет то же самое. Мы начинаем с цифры 76 в течение года. Как сработают наши предприятия, промышленность и другие строительные, будет наполнение бюджета и, исходя из этого, будут переспределяться денежные средства, чтобы увеличить количество объектов. Сегодня старшиня правления другого национального телеканала Марат Марко в рамках дня информования на виду открытое акционерное товариство «Мелковито». Кировник телеканала АНТ прошел по предприемству и сострелся с прационным коллективом. Как оказалось, Марат Марко ранее не бывал на малышной вытворчести. И наибольшее изделение его выкликала малая колькость прационных в цехах. Причина тому амальповная автоматизация вытворчести. Приемными уражениями Адубашиного гость поделился с представниками прационного коллектива подчас уступного слова на сустрече. Огульная тема дня информования – рынок працы и занятость насильництва Беларуси. Наверняка вы знаете, что средняя зарплата по Беларуси сейчас около тысячи рублей. Это известно, я думаю? То есть вы этот порог успешно преодолели в среднем по предприятию. Но допустим в Могилевской области не дотянули в среднем по этому показателю там 889 рублей по итогам 11 месяцев этого года. А в Минске примерно полторы тысячи. В принципе Гомельская область по этому показателю на нормальном месте. Размова проходила в формате открытого диалогу. Сопрационники предприемства задавали питания. Больше стыщилась перспектива развития телебачения и того, что отбывается по иншим бок телекамеры. На перед дне Международного дня мытника выники службовой деятельности за минулый год подвялись супрационники региональной службы. Задачи доведенные ведомству отрималось поспехово выполнить. Так от деятельности Гомельской мытни в республиканский бюджет что дня поступало больше за 4 миллионы рублев. За год это около полутора миллиардов. Что до правоохранной деятельности то за минулый год выявлено 58 фактов незаконного перемешения наркотышных и психотропных речев. За обороту конфисковано 1501 забороненных лековых сродков. А кроме того протягивалась работа над поскорением ожитивления мытных операций. Проводился ряд экспериментов направленных на сокращение времени производства таможенных операций в пунктах пропуска. Что позволило нам порядка уменьшить на подавляющее большинство партий товаров порядка менее 10 минут времени пересечения таможенной границы. Наша скорость работы влияет напрямую на ведение экономической деятельности субъектами хозяйственной деятельности. Начальник Гомельской таможни Феликс Яшко выказал коллективу слово подяки за годную працию и рушил вымпелы и посвящен нелепшим подразделениям и супрационникам. А кроме того, указом президента Республики Беларусь шесть человек узнагорожены медалем за бездокорную службу третьей ступени. В таможенных органах работаю уже более 23 лет работа у нас очень важная очень интересная нужная за этой наградой стоит не только лично мой труд это прежде всего труд моего коллектива моих коллег которые показывают высокие результаты своей профессиональной деятельности я им благодарна за это. На этот год у Гомельской мытни заплановано проведение модернизации инфраструктуры в пунктах пропуску что дозволит полепшить якость и худкость работы специалистов. Музейные истории у Палаца Румянцевых и Паскевич упраздентовали сборник подрыхтованный до векового юбилея установы. Больше за пять годов супросовники музея доследовали архивы и избирали материалы как зарабить цикавые выноходництва и публикации. С пошатку они заявились на сайте Палацова паркового ансамбля с музея у особых коллекциях и раритетах. А мальдвести сторонок нарысов и артыкулов про десятки экспонатов открывают новые займальные факты про ранейших уладальников Палаца. Тематичная палитра музейных историй незвышально богатая, а легкий стиль выкладания нагадывая приемную беседу с уразмовцем. Выпуском сборника займалось агомельское выдавецство. Они тоже подошли к изданию очень тщательно. Они вычитывали также каждый материал задавали очень много вопросов и это нам очень помогло так как они были первыми читателями и первыми критиками а всегда авторам очень важно иметь профессиональных критиков которые могут дать очень правильный и хороший совет. Юбилейное видание подводит певную рису 100-годовой дейности одного из самых популярных музеев Украины. Первыми книгу отримают установы адукации и библиотеки в области. Экземпляры музейных историй так само можно будет найти у Палаца Румянцевых и Паскевича. Эти инши новинные информацию о проектах телерадо компании Гомелев можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершенный. Всего доброго и до встречи в эфире. Де факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля Здравствуйте. Авария в Седлогорском районе закончилась госпитализацией водителя внедорожника. ДТП произошло накануне. На трассе Р-82 автомобиль Chevrolet Niva врезался в грузовик. По предварительной информации водитель снизил скорость чтобы повернуть налево. В этот момент в него и врезался легковой автомобиль. Не такой жженый красный. Видимо так оценил обстановку водитель гомельской маршрутки когда продолжил движение на запрещающий сигнал светофора. Вот это видео. Справа та самая маршрутка водитель которой не утерпел и выехал на перекресток улиц Советской и Хатаевича на красный свет. Зеленый загорелся только спустя 10 секунд. На перекрестке водитель пропустил встречный транспорт и повернул налево. Видео уже заинтересовало ГАИ. В городе Ветка сгорел автомобиль. Пожар случился накануне вечером Форд Мондео 1986 года выпуска охватило пламенем на улице Скоробогатого. Спасатели потушили пожар, однако автомобиль успел выгореть на 70%. Уничтожен салон, выгорел капот. Пострадал и гараж, в котором находилась машина. Именно там и случилось ЧП. Работники МЧС выкатили автомобиль на улицу. Вероятная причина пожара неисправность электропроводки или электрооборудования. Всего же на территории Гомельской области за минувшие сутки произошло 4 пожара, уничтожена одна единица техники и повреждены 7 строений. Огонь не пощадил бы и два дома и сараев Головинца Гомельского района, если бы не спасатели, которые потушили пламя. В итоге повреждена стена жилого дома, уничтожено имущество в сарае, пострадавших нет. Причина устанавливается. Одна из версий поджог. Это все новости на сегодня. Я Александр Гамоля благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Без побед Гомель и Жлобинский Металлург не смогли одолеть соперников в очередной игровой день чемпионата страны по хоккею в экстралиге. Столевары в гостях крупно проиграли юности. Столичная команда отправила в ворота соперника пять шайб. Гости ответили одной голевой атакой. Им забросил Дубинин. Гомельчане смогли увезти один балл из Гродно. Основное время матча против Немана завершилось в ничью 2-2. При этом гости дважды были в роли догоняющих в составе хозяев отличились Савинов и Ремезов. У Гомеля Зайчик и Куцырь. В овертайме обошлось без взятий ворот, а вот в серии буллитов точнее были хозяева. В турнирной таблице Металлург и Гомель сравнялись по количеству набранных баллов и занимают пятое и шестое места соответственно. Завтра Рыси в гостях играют против Динамо Молодечна, а Столивар им против Солигорского Шахтера. Центральный поединок очередного тура мужского чемпионата Белоруссии по волейболу в сильнейшем дивизионе пройдет завтра в Гомеле. Энергия сыграет со столичным строителем. В первом круге победа осталась за коллективом из Минска 3-1. В турнирной таблице команды разделяют всего два балла, а строитель занимает вторую строку энергетики третью. Матч пройдет на паркете спорткомплекса «Локомотив». Начало в 17.00. Баскетбольный марафон продолжается. Неделю назад на паркете областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта завершились игры второго этапа международного турнира Кубок Феникса среди девушек до 15 лет. Состязались шесть команд из Беларуси, России и Латвии. Сегодня эстафету приняли юные баскетболистки не старше 12 лет. У них полуфинальный этап Кубка Феникса. За путевку в финал, который пройдет Санкт-Петербурга, Курска, Волгограда и Риги. Гомель представляют на турнире воспитанницы областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта во главе с тренером Мариной Раковской. На предварительном этапе игры в подгруппах. Они проходят сегодня и завтра. В субботу также начнутся стыковые поединки. В воскресенье 26 января игры за места с первого по седьмое. На Кубке Феникса соперничают между собой не просто команды из разных стран, но и разные баскетбольные философии. Учимся, смотрим. Поэтому очень интересно, что не все те команды, с которыми мы играем, то есть еще приходим, что-то для себя новое узнаем, девчонки что-то новое видят у команд. То есть очень интересно с тренерами пообщаться, посмотреть. Ну, конечно, с других стран вообще у них все по-другому. Очень здорово. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.